Приветствую всех на моем канале! Подписывайтесь, кто еще не подписан и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео. У меня спросили в прошлом видео, как я отношусь к применению лимона для орхидей. Скажу так, я отношусь позитивно, результаты действительно есть и результаты хорошие. И сегодня мы с вами сами начнем эксперимент, где я вам покажу состояние до применения и через какое-то время покажу вам состояние после. Здесь я выбрала орхидеи, которые у меня будут для эксперимента, но их я поделю на две части. Вот как они стоят, вот эти четыре мы прольем сегодня лимонным соком и протрем листья, а вот эти три орхидеи я вам покажу в следующем видео. Также для них будем применять очень классное средство для того, чтобы их пробудить. Росли активно корешки, росли активно листья. Смотрите, при этом вот эта орхидея и вот эта орхидея, это одна и та же орхидея. Вот это материнское растение, про которое я много раз рассказывала, что оно дало очень много деток, просто очень много. Мне кажется, у многих моих знакомых есть детки от этой орхидеи. И вот мы в этом году ее омолаживали, вот здесь вот была прикорневая детка, мы ее убирали. Вот эту орхидейку мы омолодели, шейку чуть обрезали и посадили. И вот видите, она в таком состоянии, ну не очень, это лист сгорел у меня еще в начале весны, но зато растет листик. По корням покажу, по корням особого там движения нет. Ну то есть эта орхидейка уже пару месяцев, даже больше, чем пару месяцев сидит на месте и никуда не двигается. Поэтому мы ее простимулируем. А вот это детки, этой орхидеи. И вот получается один сорт орхидеи мы отнесем в разные группы. Интересно будет пронаблюдать, потому что проводить эксперименты, показывать по факту потом одну орхидею, что сработало или не сработало, я считаю неправильно. Надо брать для этого хотя бы несколько орхидей, чтобы проводить эксперимент. И вот смотрите, что у меня есть. У меня есть орхидейка Феррара. Да, корни у нее шикарно, конечно, мы нарастили. Помните, ребафы экстра мы применяли для этой орхидеи. Корни тут вот, все молодые, показываю, туда пошли расти. Это я уже мхом закрыла. То есть все хорошо. Но видите, при этом нижние листья, они в таком состоянии потеряли тургор. В принципе, все остальное нормально, но не потеряли тургор. И далее листья растут меньшего размера, нежели были до. Я понимаю, что этой орхидеи чего-то не хватает. У нее очень мало было корней. При пересадке вы видели, что очень много корней я обрезала, были гнилые корни. Поэтому, конечно же, это для нее послужило стрессом, что она в таком сейчас состоянии. Про эту верхушку вам рассказала. Это орхидея детка, которую мы с вами также от пенька получили и пересадили. Мы ее просто поддержим таким поливом. И вот это азиатская, а нет, это голландская орхидея, подросток, которую мы с вами садили. Вот она уже начала растить листик. Мы ее также поддержим. Лимонный сок, полив с добавлением лимонного сока, применяется для того, чтобы орхидейку немножко оживить. После этого обычно начинают идти в рост листья, начинают идти в рост корни и цветоносы. То есть, это не удобрение, это не подкормка. Первое, для чего применяется лимон, это для смягчения воды, которой мы поливаем орхидеи. Я много раз рассказывала, что водичка, которой мы поливаем свои орхидеи, она жесткая. И ее я, например, пропускаю всегда через фильтр. И для того, чтобы смягчить воду, можно также использовать лимонный сок. Даже помните, как-то раньше я помню чайник от накипи мыли с добавлением лимонной кислоты в гранулах. И очень классно отмывалось вот это все накипи, чайники были чистыми. Поэтому лимонный сок применяется именно для того, чтобы смягчить воду. Какие пропорции для орхидей? На 1 литр воды 1 чайная ложка. У меня здесь 0,75, поэтому я возьму, получается, 2 трети чайной ложки. Выжму просто сок сейчас. Можно применять лимонную кислоту, которая идет в гранулах. Там тогда дозировочка будет другая, но я так никогда не применяла. И этим приготовленным раствором я проливаю орхидейки так же, как всегда, при поливе. Видите, в глубокую, более емкость ставлю и по краю горшочка проливаю. В результате внизу в миске сейчас будет водичка, которая стечет. И в этой воде постоит орхидейка минут 10-15, посмотрим. Но немного. То есть, как стандартный полип. Это именно цель смягчить воду. Но орхидеи действительно очень хорошо реагируют, оживают. Потому что, видите, что эту орхидейку надо немножечко оживить. Она в таком грустном состоянии. Хотелось бы, чтобы она пошла в рост. Потому что сейчас она очень-очень медленно, очень медленно просыпается. Вот буквально появился листик. Но что касается этой детки, ее мы поливаем с целью поддержать. Здесь, вроде бы, корни, я вижу, растут. Новых корней нет. Но те корни, которые были, они сейчас стадии роста. Вот видите, салатовый кончик. То же самое так поливаю. И те две орхидеи я также пролью. Покуда вот эти орхидеи сейчас будут стоять в этой емкости, напитываться в это время я возьму протру листья. Прям этим же раствором, который остался вот у меня в лейке. Он есть. Ватный диск смочить в этом растворе. И протереть листья. Во-первых, очищаем их от пыли этим. А во-вторых, также листики просыпаются, оживают. Такой раствор готовый мы можем смело применять. Потому что нету побочных эффектов от применения этого раствора. Ни на листах, ни на поливе. Единственное, что надо соблюдать, конечно же, дозировку. То есть, одна чайная ложка идет на литр воды. Больше не стоит добавлять. Как часто? Можно такой полив применять хоть каждый раз. Но, конечно, это не заменяет ни удобрения, ни подкормки. Поэтому на этих орхидеях я буду делать через раз. Один раз буду поливать комплексным удобрением. Второй раз проливать вот этой лимонной водой. И так буду чередовать. Ограничений нет. Ну, до результатов. По крайней мере, даже если их не будет, то через какое-то время я вам просто покажу, что этих результатов нет. Хотя я уверена, что результаты будут. Обязательно должны быть результаты от этого. Вот эти две повторяться. Показывать уже не буду. Там одно и то же. Это неинтересно. Я понимаю, по кругу смотреть одинаковые. В общем-то, все протираю, все поливаю. Эксперимент с вами начинаем. Советы у кого есть такие же орхидеи. Вот я вам аргументировала, почему их выбрала. Начинать со мной вместе эксперимент. Потому что, как я повторюсь, побочек здесь нет. В любом случае, орхидейки от этого раствора не пострадают. Все, орхидейки все пролиты. Я их уже вернула обратно в кашпо на мокрой пяточке. Все протерла. Видите, вот где-то еще даже на листиках это видно. Я так хорошенько их протирала с двух сторон. Так они у меня сейчас выглядят. И отправляются на эксперимент. Напоминаю, в следующий раз я их пролью комплексным удобрением. А через раз опять пролью раствором лимонной кислоты. Ну а применение тоже очень доступного средства я вам покажу в следующем видео на этих орхидейках. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока!